друзья мы прям эфире на телеканале доктор 8 800 707 08 27 бесплатный телефон по которому вы можете дозвониться в нашу телевизионную клинику прием ведет врач гематолог онколог владислав олегович сражевский здравствуйте добрый день мы говорить сегодня будем о лимфатических узлах на самом деле всегда когда человек простывает пытается прощупать лимфоузлы ну если не сам то когда он идет к доктору все знают да щупают лимфоузлы при самообследовании молочных желез нужно прощупывать лимфоузлы я еще знаю что когда клещ кусает то тоже как-то вот где-то воспаляется лимфоузлы в общем я знаю что есть вот здесь лимфоузлы есть подмышечные лимфоузлы есть еще в паховой области сегодня надеюсь вы нам расскажете какие в каких частях тела лимфоузлы за что отвечают как заподозрить наличие того или иного заболевания по именно воспаленному лимфоузлу в конкретной области как их прощупывать можно ли это делать самостоятельно за что вообще не отвечают и чего очень многие болят боятся это рак а боятся пропустить рак и конечно же лимфоузлы всегда в какой-то вот такой повышенной зоне внимания рассказывать что такое лимфоузлы лимфоузлы это небольшие органы которые принципиально можно разделить на две группы у нас у всех есть лимфоузлы периферические те лимфоузлы которые можем увидеть пощупать есть так называемые висцеральные или внутренние лимфоузлы те которые мы глазом увидеть не можем общепринятой классификации периферических лимфоузлов нет но мы выделяем вы правильно заметили шейная надключичная подключичная подмышечная паховая то те лимфоузлы которые мы можем найти у себя сами либо может найти специалист доктор лимфоузлы которые находятся в грудной клетке брюшной полости мы можем увидеть только используя специальные методы исследования либо ультразвуковые либо рентгеновские лимфоузлы очень важные органы они маленькие но очень важные они защищают нас от инфекции защищают нас от так называемых антигенов и они сигнализируют тогда когда что-то не в порядке в том числе в плане злокачественной опухоли наиболее частая причина увеличения лимфоузлов это инфекция и к сожалению злокачественной опухоли то есть от простого к тяжелому инфекция может быть и простая это же может быть вирусное заболевание просто инфекции очень много и если брать целом статистику то конечно чаще всего лимфоузлы увеличивается из-за инфекционных процессов бактерии вирусы грибковые заболевания паразитарные заболевания могут быть причиной увеличения лимфоузлов это происходит очень часто всех лимфоузлов или условно если это вот здесь лимфоузлы расположены то это скорее всего простуда если они там под мышками то это какая-то другая история если вот это вот разделение одни лимфоузлы показывает одно другие другое да должна быть система в голове и когда мы учим наших студентов мы тоже эту систему стараемся выстраивать и мы с вами уже знаем что если лимфоузлы периферические если лимфоузлы висцеральные то есть наружные внутренние и увеличение лимфоузлов может быть общее или генерализованное то есть могут быть увеличены практически все группы лимфоузлов а есть так называемая локализованная или лимфоденопатия определенных групп если увеличены практически все лимфоузлы то мы как правило ищем инфекционный процесс ну например есть такая инфекция как инфекционный моноклеоз детского в основном нет болеют и взрослые люди вызываются вирусом обштейн бар и при этом заболевание увеличивается различная группа лимфатических узлов но бывают ситуации когда увеличится например только шейные лимфоузлы и самая частая причина это проблемы связанные с полостью рта проблемы связанные с зубами с миндалинами и лимфоузел как щит он пытается реагировать на инфекционный процесс полости рта на инфекцию связанные с зубами и он увеличивается там возникает иммунные реакции которые помогают бороться с тем или иным инфекционным агентом звонок есть от ольги да ольга здравствуйте здравствуйте какой у вас вопрос меня зовут ольга мне 52 года 20 лет назад больше 20 лет я проходила лечение по поводу б-клеточной лимфомы в период ремиссия я хотела бы спросить вот сейчас начался климакс можно ли мне применять заместительную гормональную терапию ольга 20 лет ремиссия это очень хорошая ремиссия и думаю что здоровый потому как тот период о который вы сказали как правило свидетель о выздоровлении лимфомы заместительная гормональная терапия это отдельный вопрос который целом как правило не касается лимфом вот если бы у меня спросили и сказали что у вас там несколько лет назад не дай бог ну не у вас а в целом если мы возьмем абстрактную женщину был рак молочной железы это гормонозависимая опухоль и заместительная гормональная терапия который включает как правило эстрогены может при эстроген позитивных раках молочной железы провоцировать рецидив рака молочной железы лимфомы не относятся к гормон позитивным за качественным образованием поэтому если ваш гинеколог не видит противопоказаний для назначения заместительной гормональной терапии у вас нет признаков так скажем которые могли бы говорить о каких-то проблемах том числе с молочной железой если вы отследовались у мамолога гинеколога и нет в этом плане никаких сложностей то я думаю что и по показаниям заместительной гормональной терапии может быть проведена здорово спасибо вам за ваш звонок возвращать к лимфоузлам я почему задумалась на секунду перед долькой да у меня танделит хронический вот когда начинается у меня воспаляются лимфоузлы но если профилактировать там вовремя промывать и так далее то все хорошо семья есть такой вот сигнальный инструмент а что касается остальных лимфоузлов подмышечные если воспаляются чаще всего какие причины чаще всего это инфекция подмышечная область это же область где также много так назовем антигенной стимуляции ну чего уж если мы гигиенические процедуры выполняем да в этой области то случайно можно занести инфекцию и к сожалению это может привести к тому что лимфоузл увеличится здесь есть принципиальный момент и я хотел обязательно сказать нашим слушателям если лимфоузлы мы чувствуем они болят они воспаляются то как правило это признак все таки инфекционного процесса если же мы случайно выявляем лимфоузел и если случайно выявлять подмышечный лимфоузел женщина в районе 50 лет нужно идти к специалисту потому что к сожалению да это может быть признаком злокачественного образования молочной железы то есть лимфоузлы которые из-за опухоли увеличиваются они не болят как правило в большинстве в абсолютном большинстве случаев лимфоузлы которые увеличиваются на фоне злокачественных образований не беспокоят наших пациентов вот классический пример лимфо мохозкина страдает относительно молодые пациенты и утром пациент обнаруживает непонятную ситуацию он пытается одеть рубашку или свитер который он всегда одевал он не может одеть а потом видеть что шея увеличена из-за того что лимфоузлы увеличились то есть они не болят они никак не беспокоили та одежда которая была привычной она становится уже неудобной какой кошмар какой кошмар а если какие-то еще злокачественные опухоли которые локализуются в лимфоузлах определенных областей ну не локализуются а на которые реагируют определенные лимфоузлы конечно анатомия человека она ведь устроена очень правильно очень четко и мы в своей онкологической практике достаточно четко понимаем и знаем можем предположить даже какое злокачественное образование пациента диагностируется ну например если мы говорим о наключечных лимфоузлах вообще увеличение надключечных лимфоузлов это у взрослых людей как правило проблема и левые наключечные лимфоузлы увеличивается тогда когда имеет место на образование желудка яичников яичек а правые наключечные лимфоузлы увеличивается если пациента рак легкого или тимома туда метастазируют но к сожалению метастазируют плохо когда мы видим лимфоузлы это большинстве случаев уже все-таки достаточно высокая степень распространения злокачественной опухоли кошмар какой то есть такой диагностический инструмент мощный то сейчас я думаю все зрители просто очень волнительно смотрят эфир не надо волноваться я еще раз хочу сказать что в большинстве случаев лимфоузлы увеличивается от того что в них или они реагируют на инфекционный процесс инфекции намного больше чем для качественных на образовании к счастью скажите вот все равно в любом случае все себя пытаются самодиагностировать для того чтобы ну кто-то волнуется что что-то обнаружит кто-то волну кто-то надеется что ничего не обнаружит все начинают себе щупать и не зная в принципе что должно быть нащупано могут возникнуть лишние волнения как должен себе вести здоровый лимфоузел он подвижный да наверное нащупывается как горошинка он как опять же давайте мы даже не значит где где его смотреть вот здесь вот он может быть здесь пониже да если мы хотим у себя на теле лимфоузлу то лучше искать их на действительно на шее они могут быть как углочелюстные такие подчелюстные и здесь их чаще всего мы можем найти потому как миндалины зубы это то что может вызывать процессы у них лимфатические узлы легче всего искать лимфоузлы у детишек потому что дети растут лимфатическая система растет и иногда даже ребенок шею или голову как-то меняет положение и мы можем увидеть цепочку лимфоузлы это нормально у взрослых лимфоузлы как правило прощупывается в области шеи так вот я прощупала должна быть больно если надавливаю если это нормальный лимфоузел то нет это как будто знаете как вот такие подвижные шарики маленькие шарики маленькие совсем такие как горошинка ну да нормальный лимфоузел это размер до сантиметра округлая овальная форма и такой как говорится мягкой консистенции то есть он но он не как камень языком он мягкий и безболезненный и не вызывает особых проблем но если же он воспалился я здорова плюс тогда он болезненный у нас и звонок от людмила людмила здравствуйте добрый день у меня был такой вопрос у меня опухла очень сильно одна нога флебологи значит не нашли тромбоза написали венозную недостаточность уже почти три месяца нога как бы не спадает и даже увеличивается но при осмотре последнего флеболога на узи он мне сказал что увеличился паховый правый узел вот мне что делать обращаться дальше с узлом или достаточно лечить ногу и сама пройдет любила какие размеры пахова лимфоузла на узи небольшие я его вообще-то чувствую ну как вам небольшие это сколько в сантиметрах я думаю я думаю два сантиметра это мое ощущение мне не мне размеры не передали и я хочу сказать что у меня есть узлы в щитовидке вот и у меня была киста не снималась ну в общем склонность есть к этому но так он меня не беспокоит узлы в щитовидке это не лимфоузлы это как правило узлы в самом да да узловой зуб да отношение к лимфатическим узлам паховой области как правило они не имеют но принципиальное значение имеет все таки размер и я бы все таки на вашем месте уточнил точно какие размеры лимфоузла потому что паховый лимфоузел должен быть до полутора сантиметров если отекает конечность она может действительно отекать из-за того что нарушается лимфооток и в том числе связанные не только с паховыми лимфоузлами но например и лимфоузлами которые расположены выше это подвздошные лимфоузлы соответственно есть необходимость посмотреть что же находится выше паха сделать узи малого таза сделать узи забрюшинного пространства и если там будут обнаружены увеличенные лимфатические узлы то в теории на практике это может быть причиной лимфостаза нижней конечности поэтому есть смысл пройти до обследования спасибо большое взаимосвязано спасибо вам звонок у нас есть еще один звонок следом здравствуйте представьтесь пожалуйста здравствуйте телезрители здравствуйте уважаемый доктор ведущая меня зовут елена я из провинции скажем так у нас нет гематолога и в связи с этим вот увидела вашу передачу есть большой вопрос у меня я сдавала анализы на гемостаз наверное как это правильно назвать в общем по свертываемости крови вот там были протромбин протромбиновое время фибриноген и так далее и один из показателей он выделен красным и прямо настораживает меня волчаночный антикоагулянт подскажите пожалуйста он получается выше нормы что это может означать и что мне нужно еще проверить или на в анализах крови могут появляться очень разные изменения волчаночный антикоагулянт это относительно старый анализ и если мы сейчас обсуждаем вопрос так назовем кагулограммы который отражает насколько правильно функционирует свертываемость крови то как правило должны быть некие симптомы и мы назначаем кагулограмму тем пациентам у которых имеется повышенная кровоточивость у которых возникают так назовем синяки на коже или петехи вы зачем сдавали этот анализ какая была причина вы знаете я переболела в двадцать первом году к видом и поскольку я не знала что нужно оказывается проходить лечение у нас тут половины врачей нету к сожалению провинции и я что нашла называется потом уже послед уходящему поезду уже ушедшему то я нашла что почитала в интернете то почитала почему я начала этим заниматься потому как у меня очень сильно текают ноги такой очень сильный отек на ногах то есть я уже ходила к эндокринологу я была у невропатологу вернее у простите почки 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 у волога была у кардиолога то есть по всем этим врачам я прошла в принципе они не видят причины в чем дело и начали болеть ноги то есть тяжесть ногах чего ранее не было ну то есть как бы вот и отправили меня в итоге по варикозу врача по варикозу у нас тоже нет ну то есть как бы я живу в сибири вот и поэтому от проблема с врачами я думаю не только наверное у нас но не суть суть в том что как бы я ищу теперь причину вот этого всего отеков причину почему болят ноги отекают сильно и обратила внимание вот анализ конечно он старый у меня но вот тут смотрела когда в динамике обратила внимание на это все время видимо носила врачу эти анализы терапевту скажем так особого видимо лечения я не получила акценты тоже на это что можно проверить да да что можно проверить поискать причину отеков конкретно боли в ногах тяжести и вот что делать с этим показателем стоит ли обращать внимание сам по себе волчаночный антикогулянт как я уже сказал это достаточно старый анализ и нужно начинать все-таки жалоб для того чтобы понять почему и от чего у вас отекают ноги почему у вас болят нужно понять отекать ли мягкие ткани отекать ли суставы для этого нужно начать ну с моей точки зрения с того чтобы посмотреть суставы если болят суставы и есть изменения на рентгеновских снимках суставов то тогда может быть подумать в сторону аутоиммунных заболеваний соединительной ткани тогда волчанка волчанка это заболевание которое лечит ревматологи так называемая системная красная волчанка при этом заболевание могут болеть суставы и эти симптомы могут быть связаны с этим заболеванием поэтому начните с рентгенографии суставов если есть проблемы следующий шаг это обращение к ревматологу ревматолог доктор который занимается системными заболеваний соединительной ткани в том числе системной красной волчанкой как голограмма сейчас не решит проблему не ответить на вопрос почему у вас болят ноги почему у вас они отекают я еще хочу добавить елена что мы делали рубрику как раз таки про волчанку и на прошлой неделе с дарьей александровной кусевич разговаривали об этом и есть сохраненный эфир в социальных сетях можете посмотреть канал доктор социальные сети там все эфиры у нас сохраняются возможно больше информации про это заболевание вы увидите и вас это на что-то натолкнет у нас есть еще один звонок марина насколько мне подсказали правильно марина с нами на связи марина здравствуйте здравствуйте марин какой у вас вопрос марина вы нас слышите марина крупноклеточную ли мы не услышали вы не могли повторить сначала не слышно и 90 лет и у нее обнаружили прошлом году бэк крупноклеточную линфому груди и сказали химиотерапию она не перенесет она ее убьет раньше чем линфома сама а можно какую-нибудь таргисную терапию иммунотерапию делать или здесь ничего нельзя сделать начало разговора было не очень понятным у кого еще раз обнаружили у маме вашей мамы 90 лет и обнаружили б крупноклеточную линфому груди это очень редкая линфома как быстро развивается эта линфома у нее ну вот вы ее сколько лет наблюдаете эту линфому уже в прошлом году у ней нашли и сказали пока она не растет будем наблюдать вот ну химиотерапию сказали делать не будем она убьет ее раньше чем сама линфома вот можно какую-то там делать иммунотерапию таргисную терапию или здесь не поможет ничего действительно б-клеточная линфома могут лечиться очень разными методами том числе и таргетной терапией но в ряде случаев доктора принимают взвешенные решения связанные с пользой и риской риском этого лечения я почему акцентировал внимание том все таки как быстро растет заболевание даже таргетная терапия а у таких пациентов может вызывать значимое изменение иммунной системы которые могут приводить к инфекциям от которых к сожалению даже пациенты пожилые могут умирать поэтому если эта линфома растет очень медленно у пожилых пациентов злокачественные образования действительно могут расти достаточно медленно если она еще нескольких лет лет года никак не меняется то в целом я соглашусь решение моих коллег спасибо за ваш звонок спасибо и терпение здоровья долгой долгой жизни да это это очень важно спасибо за ваш звонок владислав олегович еще есть вот частый вопрос лимфоузел на шее воспалился с одной стороны ничего не болит вроде как инфекции нет но он не проходит что это может быть здесь нужно уточнять ситуацию каждый раз очень скрупулезные то есть может он да с одной стороны воспаляться это может быть какой-то хронический процесс который вы не до конца понимаете да то так бывает что периодонтик который сдаился и значимо себя не проявляет но является причиной такой лимфоденопатии а если все-таки стоматолог не находит никаких причин своей стороны если других видимых причин после углубленного обследования не найдено то тогда это повод возможно провести биопсию этого лимфатического узла потому что это может быть в том числе и лимфома которая начинается именно в этом лимфоузле то есть имеет три значение время течение которого лимфоузел наблюдается растет он не растет и самое главное если причины или нет для его увеличения и сигнорировать не стоит ослабляться не стоит нужно искать причину причину до последнего стоит смотреть на размеры если лимфоузел до сантиметра можно особенно не волноваться можно сильно это хорошо спасибо большое водяслав олегович спасибо всегда рада вас видеть очень интересная тема очень важная насущная потому что все любят проводить самодиагностику друзья наш эфир продолжается увидимся через несколько минут а 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 и а а а Продолжение следует...